Эпатажные перформансы появляются там, где не хватает культуры, не хватает таланта для того, чтобы самовыразиться в рамках общепринятого и допустимого поведения. Тогда возникают такие эпатажные перформансы. Это реальность, так же как и Шарли Эбдо с этими мерзкими карикатурами, которые, да, это безобразие, не просто безобразие, это преступление, то, что люди с оружием в руках убили журналистов, но я считаю преступлением то, что эти журналисты делали. Не надо провоцировать людей, не надо оскорблять их чувства. А когда вот сейчас была эта безобразная карикатура, когда нарисовали в карикатурном виде еще с подписью безобразной ребенка погибшего, вы знаете, для русского человека, для которого Достоевский, связа одного ребенка, она не стоит никаких теорий и никаких прав. Она выше всего. Это как можно так насмехаться над смертью арабского мальчика? Разве можно над этим насмехаться? Нельзя. Это деградация нравственности, деградация личности. И никакие декларативные права и свободы не дают право унижать других людей. Наша свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому государство должно быть мерилом вот этих вот свобод и сдерживать людей от взаимной агрессии, от нарушения взаимных прав. Я не поддерживаю эпатажные какие-то акции. Ну, отношусь к ним достаточно свободно. Если они в закрытых клубах, если они в закрытых клубах, кто-то ходит так вот, так себя вот выражают. Но есть люди, которые хотят смотреть и платить за это деньги. Ну, идите. Я думаю, что это абсолютно спокойно, но я против того, чтобы эти акции были публичными, демонстративными, чтобы в них вовлекали детей и так далее. А так, если кто-то это делает, проще им дать возможность самовыражаться где-то там в каких-то определенных местах, чем поддаваться на провокации и реагировать на это как-то публично или с помощью каких-то государственных акций.